Евангелие от Матфея Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея, и сегодня мы будем говорить о крещении Господнем. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 1 по 17 стих. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Далее Матфей свидетельствует об Иоанне Крестителе из Ветхозаветного пророчества. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Далее идет описание Иоанна Крестителя. «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и поиск кожаный на чеслах своих, а пищи его были акриды и дикий мед». Акриды – это род кузнечиков, которых сушили, макали в дикий мед и ели. В Иудейской пустыне дикий мед можно обнаружить и в наше время, он темноватого цвета, с очень насыщенным вкусом. Акриды разрешались в пищу по Моисееву закону. Описание Иоанна Крестителя очень напоминает нам древнего пророка Божия Ильи. Жизнь пророка Ильи описывается в книгах царей. Пророк Илья одевался тоже в грубую одежду, покрыт волосами, припоясанной поясом кожаным. И внешне Иоанн Креститель очень похож на него. И однажды Христос сказал об Иоанне Крестителе, если хотите, он и есть Илья, которому надлежит прийти. Но не надо думать, что Иоанн Креститель был реанкарнацией пророка Ильи. Дело в том, что пророк Илья не умер даже до нашего времени. Ведь пророк Илья был живьем взят на небо в огненной колеснице. И он еще явится в реальности нашего мира во дне Антихриста, когда с другим пророком Енохом он сойдет на землю и будет обличать Антихриста. Иоанн Креститель был пророк в духе пророка Ильи, как пророк Елисей, ученик Ильи, был в духе пророка Ильи. Церковь никогда не признавала учения о реанкарнации, находя его совершенно нелогичным. И действительно, если от вечности отнять сто лет, или пятьсот лет, или тысячи лет, все равно останется вечность. В глазах вечности наш выбор, наше обращение к Богу происходит однажды. И это земная жизнь, и есть то время, когда мы можем исправиться, принять важные решения, которые скажутся на нашей будущности. И далее говорится о том, как люди во множестве приходили на Иордан креститься. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Святые отцы обращали внимание на то, что Иоанн Креститель проповедует покаяние ни в городе, ни в селе, а в Иудейской пустыне. И этому были две причины. Одна причина – он хотел показать жителям Иерусалима, Иудеи, Десятиградия, что они пребывают в некой нравственной и моральной пустыне. То, что они жили в святых городах, это никак не обеспечило им духовного роста. Другая причина, почему он проповедует в Иудейской пустыне – он как бы напоминал евреям о тех днях, когда Бог рукою крепкою, мышцей простёртую, сорок лет водил израильтян по пустыне. Когда на горе Синай они услышали заповеди Бога, видели великие чудеса и знамения. Таким образом, Иоанн Креститель как бы предлагал этим людям обновить свою веру. Если говорить на христианском языке, мы все нуждаемся в обновлении обетов крещения. Конечно, здесь немножко непонятно, что за обряд совершал Иоанн Креститель на Иордане. Этот обряд описан в книге «Левит», где неоднократно говорится о том, что если кто-то осквернился и пребывает в состоянии нечистоты, он должен омыться и будет нечист до захода солнца. Солнце зайдет, и он очистится. Но как это может быть связано с очищением? Вода, тем более заход солнца. Без сомнения, это древнейшее пророчество о христианском крещении и пророчество о смерти Иисуса Христа. Когда солнце зашло, и весь мир очистился, когда Господь наш Иисус Христос умер на кресте, солнце скрыло свой лик, и мир очистился в струях крови Сына Божия. Апостол Павел писал в свое время, что обряды очищения, которые совершались в Ветхозаветной Церкви, они более относились к очищению плоти, но совершенно не очищали человеческие души. Поэтому Иоанн Креститель, он проповедует крещение покаяния, которое предполагает, что идущий за ним, то есть Христос Мессия, предложит и нечто большее. Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская, Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн, многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение хидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней с них воздвигнуть детей Аврааму». Действительно, древние иудеи считали, что если они потомки Авраама, Исаака и Иакова, то это обстоятельство уже обеспечивает для них путь праведности, чистоты и святости. Но принадлежность к благочестивым предкам ещё не решает проблем нравственных для их потомков. Конечно, мы можем иметь в своём роду том или ином святых, праведных, благочестивых людей. Но если мы не последуем вере этих благочестивых предков, то едва ли такое сродство принесёт нам пользу. Напротив, оно будет являться обличающим нас в том смысле, что мы не последовали тем примерам, которые имели перед глазами. Когда Иоанн Креститель говорит, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму, он как бы указывает на некоторых людей, которые могли там находиться. Скорее всего, речь идёт о римских центурионах, которые присутствовали там для поддержания порядка, ибо на Иордане собралось много людей, и центурионы римские должны были там присутствовать, чтобы обеспечивать общественный порядок. И здесь Иоанн Креститель пророчествует, он указывает на язычников и говорит, что из этих камней Бог может воздвигнуть детей Аврааму. Давайте посмотрим, что апостол Павел писал в послании к римлянам. Послание к римлянам – это 2 глава, 28-29 стих. Павел пишет, «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей» – слово «иудей» означает «восхваляющий Бога», «но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Далее мы читаем, Иоанн Креститель предупреждает людей, «Уже из секира при корени дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И далее, «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильней меня. Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Вот здесь Иоанн Креститель, как представитель Ветхозаветной Церкви, указывает на грядущего Христа Спасителя, который есть первенец начаток Церкви Новозаветной. И здесь говорится уже о другом характере крещения, когда будет совершаться крещение водное силой Духа Святаго, Духа Божия, и крещение будет не только водой, но и огнем. О чем идет речь? Когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов, то появились огненные языки. И мы, христиане, настаиваем на том, что после таинства крещения необходимо совершать таинство помазания, чтобы Дух Святой вошел в очищенные души, в очищенные в струях крещения и принес бы начатки новой жизни для рождаемых свыше людей. Далее Иоанн Креститель говорит о Христе, точнее, о Его Втором пришествии уже. «Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Действительно, если в своем Первом пришествии Христос приходит в этот мир не для того, чтобы судить мир, но для того, чтобы мир был спасен им, то в своем Втором пришествии Христос придет для того, чтобы собрать пшеницу свою в житницу, а солому сжечь огнем неугасимым. И далее мы читаем. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него». Надо сказать, что здесь как бы мы видим Христа вновь. В Евангелиях описывается рождение Иисуса Христа. В Евангелии от Луки мы читаем о Христе, когда Ему было 12 лет, и Его привели в Иерусалим. И получается, что от 12 лет до 30 лет, Христос крестится, когда Ему 30 лет, мы как бы ничего не знаем о Христе, где Он находился. Но на самом деле информация об этом есть. Мы ее обнаруживаем в Евангелии от Луки, 2 глава, 51-52 стих. Здесь сказано, «И Он, то есть Христос, пошел с ними, то есть с Марией и Иосифом, и пришел в Назарет, и был в повиновение у них, и Матерь Его сохраняла все слова сие в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков». То есть с 12 до 30 лет Он пребывал в послушании у Девы Марии и Иосифе, ее обручники. Поэтому всякие мифы о том, что Христос до 30 лет находился где-то на Тибете, где-то в Индии, это именно мифы, не имеющие отношения к евангельским реалиям. И мы читаем, как Иоанн Креститель реагирует на то, что Христос пришел к нему креститься. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо накреститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне». Действительно, святые отцы обращали внимание на это обстоятельство, что Христу не надо было креститься, так как Он не имел на Себе никаких грехов. Хотя Он принял на Себя человеческую природу, которая могла страдать, алкать, жаждать и даже умереть. Никаких грехов на нем совершенно не могло быть. Зачем же Он настаивает на необходимости креститься? Блаженный Августин, отвечая на этот вопрос, говорит, что в своем крещении Христос освящает каждую христианскую купель, в которой будут крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть, когда Он входит в воды Иордана, Он чудесным образом каждую христианскую купель, где бы она ни находилась, в Ирландии, в Сирии, в Палестине, Он делает ее Иорданом. И, с другой стороны, таким образом Христос научает нас исполнить всякую правду, то есть, очень внимательно относиться к таинствам Церкви и к участию в церковных обрядах. Еще отец Павел Флоренский говорил, что вся разруха в церковной жизни от невнимания к культу. И вот эти слова Христа, что надо исполнить всякую правду, они должны вдохновлять нас очень внимательно относиться к совершению обрядов, которые тем более связаны с таинствами, которые все совершаются Духом Святым. И далее мы читаем 15 стих «Но Иисус сказал Ему», то есть Иоанну Крестителю, в ответ «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Само крещение Господнее в церковной традиции называется Днем Богоявления. Почему? Потому что Иоанн Креститель был первым человеком, который созерцал тайну Триединого Бога. И это происходило во время крещения Господня, когда человек, Иоанн Креститель, видел второе лицо Святой Троицы, Сына Божия, стоящего в струях Иордана, видел Духа Святаго, который, видя голубином, парил над головою Христа Спасителя и слышал голос Бога Отца, который свидетельствовал о Сыне из осеняющего облака. И мы читаем, «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и си отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И си глаз с небес глаголющий, си есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Подобные слова прозвучат и на горе Преображения, на горе Фаворе. Но там будет дополнение к этим словам. Если здесь Бог Отец свидетельствует о Сыне, «Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение», то на горе Преображения Бог Отец добавит слова «Его слушайтесь». А почему здесь нету этих слов? Потому что Христос еще не вышел на служение проповеди. Он начнет служение слова только тогда, когда Иоанн Креститель будет взят в плен. Вот тогда Христос выйдет на общественное служение слова. И на горе Фавор, когда Бог Отец скажет о нем, «Его слушайтесь», это будет время, когда уже была произнесена и на горной проповедь, и известные притчи Иисуса Христа, другие его наставления. И надо было обратить сердца учеников с вниманием к этим словам. Поэтому мы имеем отличие в свидетельстве Бога Отца здесь о Сыне и как это прозвучит на горе Фавор. Тайна Святой Троицы – это тайна Божества, тайна, непостижимая до конца не только человеком, но и ангелам. И эта тайна раскрывается в тайне Бога воплощения. Мы, православные христиане, исповедуем веру в Святую Троицу. Три соединенные кверху перста православные исповедуют нашу веру в Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго. Два пригнутые книзу перста православные исповедуют нашу веру в то, что Иисус Христос пришел на эту землю как истинный Бог и истинный человек. То есть, по Божеству Он вошел в реальность этого мира, по человечеству вышел из Него. Тайна Святой Троицы – это тайна божественной любви. Мы, православные христиане, не верим в божественное одиночество. Если Бог есть любовь, то любовью кому являлся Бог до сотворения мира? Если кто-то исповедует божественное одиночество, тогда Бог появляется перед нашим взором как источник эгоизма и себялюбия. Но мы верим, что предвечно Бог-Отец любит Бога Сына, Бог-Сын любит Бога Отца, Бог-Отец имеет жизнь саму в себе, Бог-Сын имеет жизнь саму в себе, и любовь обоих, как пишет Блаженный Августин, это ипостась Духа Святаго, который тоже имеет жизнь саму в себе. И образ Троицы – это образ абсолютного единства в любви. И именно к этой любви и призывает нас Христос словами «Будьте едины, как я един с Отцом». И когда преподобный Сергий давал имя для обители, в котором подвязался, он назвал ее обителью в честь живоначальной Троицы, потому что на фоне разобщения тогда русского народа необходимо было, как под некой священной хоругвию, собрать людей во имя единства лиц Святой Троицы. Иоанн Креститель был первый человек, который созерцал эту тайну, был посвящен в эту тайну в день крещения Господня, который этот день также называется днем Богоявления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok